так добрый добрый день с утра вот как имя строй как сила вот и так здравствуйте что там у меня что там у меня по последним постам до пудешь я с тренировки сейчас домой немножечко поработаю вот потом по делам короче стараюсь провести время с пользой тренировки на бодрячке да всегда считаю что с утра надо делать самые сложные дела тогда остальной день будет по кайфу вот привет не тюнь hello привет привет ну вот видите вчера я был в майке в шортах сегодня уже в костюме и прохладненько скажу вам честно на юге россии прохладненько вот что еще а вика а я англ тэнки и and you were from it's nice to speak with other language таком районе я сейчас губенский был тренировка качалка находится на 1 мая я ночью могу любые дела делать но только не утром удачи терпения спасибо большое да терпение кстати это очень важно как-то наша наш наша нация наш народ не склонен терпеть нетерпеливые мы мы хотим все и сразу если бизнес то месяц если отношения то горим вот я в краснодаре так что же еще блин ветер вниз не знаю слышно вам не слышно ветер дует такой неприятный привет привет шел сказал что не беременна ура это давно уже эта новость это новость не новость так какие планы на сегодня у меня сегодня массажи то есть работа далее что мне еще а съезжу на совещание или так сказать на переговоры вот имеешь цель иди к ней никого не слушаю абсолютно верно абсолютно правильно вот идти к ней порой приходится долго и надо терпеть вот что активность твоего инста растет публика докаталась нет на самом деле у меня сейчас активность очень упала вот потому что но она всегда была внизу просто я не знаю мне контент какой-то разно разношерстный вот и поэтому мне кажется что у меня как-то своей публики особо нету ростове на дону бываешь нет не бываю но скоро ростов на дону приедет ко мне вот поэтому не как-нибудь обязательно как-нибудь обязательно вот так что еще а вот да их это спросить ваше мнение вот мой последний пост о том что ну как бы я считаю что если начинаешь ну какое-то плотное общение уже свидание в плане вы уже мы прям свидание не то что ты увидел девушку начинающие переписки какой-то а вот вы уже решили что вы идете к тому чтобы быть парой я считаю в этот момент как бы может уже нельзя спать с другими людьми ну то есть типа иметь отходные варианты так я нарушаю перехожу на красный я плохишь плохишь оп чуть не задавили ну ладно да главный человеком оставаться а публика это приходящий уходящий да не важно публика тебе надо было на яхту любви в дом 2 но честно говоря думал если бы я был по форме чуть получше я просто не хочу как илюха и баров он такой типа там на языке весь а я хочу быть симпатичным типа такой знаете чтобы не говорили не то о витя толстоват там или еще что-то и того если уже честно но идти в телевизор идти на какое-то шоу то надо вылезать себя выглядеть бомба вот только так привет приморского края город уссурийск уссурийского огромный привет так москву планируешь приехать мне сделали одно предложение по москве вот и посмотрим если это предложение не окажется очередной уткой то возможно я буду москве да конечно нет если есть искра между людьми то противоположный пол уходит на задний план ну да мы как бы знаете есть такая тема вот но допустим люди любят секс но типа это но это обязательно как бы это обязательный аспект в их жизнь который должен там обязательно быть раз два дня хотя бы раз три дня есть люди которые заводят себе можно сказать ты так хорошей форме нет нет заводит себе партнера именно для этого ну то есть есть какой-то такой проверенный человек с которым иди на дом 2 было бы круто с которым они ну типа спят вот и потом они находят человек которого тоже влюбляется но при этом этого проверенного человека не держит рядом потому что они пошли там вроде бы как то здесь создают романтику и такая вещь типа вот типа за мной должны поухаживать но пока по сплю с другим вот вот это вот мне как бы напрягает если ты хочешь спать любишь это то ты находишь партнера готов который ты влюбляешься и с ним уже оставь тот вариант но это это касается все опять по восточке идешь это мой постоянный маршрут это мое кардио я с утра полчаса до тренировки и после тренировки от сада дома и на тренировке стать еще 20 минут я в горочку это пол бег полушаками почему саша выкидыш откуда я знаю ты так не должно быть я согласен привет привет а мы приехали недавно проехали недавно а на каком месте в отношениях для тебя секс до черта узнать до детей ну короче в отношениях секс я не могу сказать он важен очень важен но не на первом точно то есть но не на первом точно потому что потому что ну всякое случается но это допустим как важно чтобы человек был красивый правильно но вдруг он становится толстый в отношениях и ты такой говоришь блин нет жирный мне не нужен мне надо я ухожу вот сразу поймать так и секс допустим бывают вещи когда но ты скучаешь по саше уже легче уже легче честно вам скажу уже есть какие-то другие другие берега поэтому уже меньше думаю меньше всего что тебя мотивирует экраны и на прогулку меня мотивирует перспектива того что я стану лучше вот я сам себе мотивирую сам говорю себе каждый день о том что если я не пойду то я потеряю день а если я пойду то возможно у меня будет больше предложений больше больше перспектив и так далее и тому подобное так у каждого вы прочитаете книжку представьте вы читаете книгу тебя так какую-то познавательно и вы должны понимать что это такая крупинка скажем так в вашу ваш багаж знаний ваш багаж интеллектуальной собственность которую вас никто не может отнять также тренировка вы потренировались это такая маленькая крупинка вашу физическую собственность тоже который никто по большому счету не может отнять вот это вещи которые принадлежат только вам и вы сами их корректируйте вы сами можете делать этот багаж шире или уже вот допустим если по финансам мы всегда находимся в таком состоянии странам что мы не уверены в завтрашнем не даже самые богатые люди не могут сказать что они завтра не станут бедными то в каких-то своих собственных усилиях умственных скажем и физических вы можете точно быть уверен вы сами знаете что я завтра чтобы не было я встану пойду потренируюсь чтобы не было я сяду и прочту там какую-то определенную книгу или там главу который мне поможет для чего-то вот так как то так какой тебе рост 207 саша не была красивой даница симпатичная очень даже ты маяк не когда назад будешь идти нет я уже вперед прошел жирный толстый сравнение нет просто я про то что говорю что секс когда-то тоже может дать сбой то есть невозможно все время трахаться кролики вы все равно у вас вы устаете вам может когда-то это немножко надо есть и потом наступает момент когда вас будет держать какая-то не скажем психология какая-то партнерство потом опять эта искра возникнет да но суть в том что ее надо дождаться все в жизни она идет как это называется парабола или так есть взлеты есть падение вот так и в отношениях всегда и взлеты и падения надо просто во время того когда ваша физика утекает вам надо добавлять математики еще раз говорю потом математика уже берет вверх и вы чувствуете желание опять физическое италия огромный бонжорно так все будет ведь главное вера в себя да так все это в порядке с веры тебя приятно слушать спасибо большое какие книги ты читаешь умные интеллектуальные мысли излагаешь честно говоря я люблю классику люблю художественную литературу вот люблю какая-то такая интерпретация скажем вот как есть этногенез книжки довольно интересная серия там мне нравится когда исторические факты вплетается какие-то фантастические или вымышленные события вот это очень интересно просто интересно как автор это вообще думал прикольно лучше поработать наработки а так дальше привет привет как относишься к богу хорошо нормальный бог парень бог отличный человек вот как я к нему отношусь хорошо хорошо что религия очень сплочает людей это правильно наверное в каком-то смысле единственное что как я говорю скажите ол скажите и скажите что нами невозможно управлять вот стрелик да я говорю еще раз религия сплочает людей на в то же время она ими управляет поэтому надо понимать что как бы бог это не есть церковь типа что если вам говорят что богоугодное делает там что-то делать то это неправда вот потому что бог никому ничего не говорил вот веруешь так на на чего не страшно но так ничего не страшно но почти ничего есть вещи которых я действительно боюсь моменте да это наверное больше какие-то внутренние переживания тебя красивые дети на тебя похоже спасибо большое вы общаетесь дома два с кем-нибудь я с безусом хорошо общаюсь а вот почему расстались с сашей потому что потому что мы с ней очень ругались царились мы не подходим друг другу поэтому расстались вот все же люди расстаются странные вопросы я не знаю мне кажется это довольно частый вопрос ответ самый верный будет и он правильный то есть что мы не подходим друг другу я думаю что если кто-то с кем-то расставался именно такой ответом в основном все и дают потому что так и есть по-другому не скажешь на исповеди был вроде да вроде был но но я не считаю что человек я допустим так считаю вот допустим представьте себе да не переживай что ребенка не потеряла да все нормально господа вот я допустим так что я представьте себе завтра я просыпаюсь и говорю начинает писать о том что ко мне ночью приходил бог ну и сказал что его посланник на земле я виктор шароваров послание бога на земле допустим вы же эту информацию не сможете опровергнуть правильно но я скажу вы скажете скажет и дурак ты шизофреник но но я скажу да нет это так вот он сказал что все должны меня любить и ну поклоняться мне и все а потом эта волна подхватиться и начнется крутиться крутиться вокруг меня представьте что допустим такая ситуация и потом начнут писать книги будущий этот потомки буду говорить вот виктору пришел бог и он сказал но это же бредово звучит никого ничем никто не наделяет все мы можем просто одеть рясу исповедать друг друга вот вот такие пироги не переживай что ребенка нет какой же голос у тебя спасибо большое я к святым приходил господь и богородица ну вот и ко мне тоже приходил я честно вот я отвечаю я видел бога иисуса видел видел перед пасхой иисуса который стоял над купелью были ангелы я тогда даже стишок сочинил вот я тоже святой я святой просто найти но это реально случай просто я его вот сейчас вам первый раз рассказал и поэтому я думаю что мне надо пойти и сказать это подходящие органы где мне может быть причислил вот если позовут назад на дом 2 пойдешь я не знаю если наверно не сейчас сейчас просто сейчас занят я немножко другими вещами вот поэтому поэтому что он хочу сказать иногда логически мыслите но допустим вы говорите про книги да я читаю я люблю читать художественную литературу и классику лишь потому что там не навязывает ничего там есть просто повествование рассказ он идет мимо твоей жизни он просто говорит о жизни других людей и при этом не говорит где хорошо где плохо ты сам себе как сказать выбираешь линию вот кто тебе импонирует из персонажей к и потихонечку ты логически выстраиваешь для себя цепь в отличие от каких-то психологий или же философии где человек навязывает в тебе свою точку зрения то есть вот я считаю что так так и так и так и так и ты прям берешь и такой раз прочитал книгу выходишь в люди говоришь вы знаете что на самом деле вот если человек немножко глазом подмигнул это значит что он врет или там или если девушка требует волос это значит она тебя хочет ну то есть вы понимаете что это бред девушка может просто трепать волос потому что нервничать или знать вот а все ходят и такие раз и ищет вот эти вот невербальную связь это же бред просто бред вот помолись за нас святой виктор я всегда говорю что мы все люди были все это как-то желаю добра всем добрым людям вот-вот согласно бы почитай не святые святые мне кстати говорили эту книгу почитать да мне вот ты не первым еще один психолог тоже сказал ее почитать не оторвешься читается очень легко я два раза перечитала почитаю обязательно есть к сашке мирис пока не отвернула ее вообще но в прямом слову никогда не будете вместе и пела без тебя заебись но и все и хорошо пусть отвернет я как бы я не против я не против я думаю что все так так или иначе все вы хорошо когда уже улыбку покажешь свои но не знают и долги что обязательно сделаю так ну что еще сказать вам вот поэтому вы знаете что у каждого своя психология у каждого своя психика мышление логика каждый каждый должен приходить к определенным вещам самостоятельно единственное что надо всегда размышлять как то или иная ситуация получилась что предшествовала как вы допустили такое и тогда если у вас как бы сказать будет такая такое мышление если вы будете так рассуждать то вам не понадобятся психологи вы просто будете анализировать свои поступки вы будете расти повышать свой уровень знаний о самом себе и о реакции людей на вас вот как-то так ты добрый тебя интересно слушать спасибо большое ну что дамы и господа я вас целую ах ты не боишься смерти вот ты не боишься смерти привет качка и ты философски рассматриваешь этот вопрос блин местами как местами вот честно говоря иногда когда я об этом задумываюсь наверное я боюсь я стал ее бояться больше когда у меня появились дети я хочу просто наверное увидеть чуть побольше вот наверное когда-то когда я приду к тому возрасту когда это должно случиться ну я не говорю о каких-то как сказать нам неподвластным ситуациям но когда я буду наверно постарше когда что-то свершится когда я увижу определенные ситуации вещи которые я хочу увидеть возможно я буду уже спокойно спокойно подходить к концу а пока что я не задумываюсь об этом честно сказать какой стрёмный ужас фу вот двухметровый придурок еще если он придурок зачем смотреть эфир вот-вот выйду сейчас вот хвали быстрее надюши спасибо вам большое да и попадаются такие люди вот но я честно говоря думаю это необразованность сказывается понимаете то есть вот сейчас я посмотрел когда там гусев и как его и кто него там девчонка положила в ресторане ноги на стол и в официантку не бросили стакан еще что-то на это твари это необразованные деревенские твари всегда говорю что есть есть интеллигенция эти люди никогда не станут интеллигентными не могут делать все что угодно они могут одевать любые маски но в любом хорошем обществе их сразу выкупят вот поэтому так так слабоумные люди блин полностью согласны тебе не холодно нет я же в костюме поэтому честно говоря вот всем скажу что старайтесь все таки старайтесь быть интеллигентными меньше материться держать осанку держать подбородок делать умный взгляд то есть тренируйте это вот чтобы когда-то когда вас заметили вы не казались какой-то серой мыши деревенщина или прочее прочее вот доброе утро приветствовка когда на дом 2 не сейчас мы тебя все любим спасибо большое вот истину глаголишь да не то что я не говорю что вот знаете есть люди до родились где-то там но я в том числе и родился в оркуте вот я знаю что мне там деды шахтеры что но родители у меня спортсмены вот большую большую часть жизни они в москве все-таки прожили и я не говорю что место рождения определяет скажем вас что тот или иной человек но на некоторых она накладывает жесткий отпечаток скажем и все и это уже не вынуть это надо большая сила воли как наверно похудение делать уже девушки любит так надев все еще здесь надеда я просто но я просто очередной раз убеждаю что тебе надо действительно почитать книги и там валит собиралась вроде и как-то или свалить жизнь всякая бывает не осуждайте еще как бывают еще как бывает еще что бывает ситуации бывают разные но ладно дорогие мои хорошие любимые мои я вас целую чем которые в городе но я вам сказал еще раз что деревенщина это не от места где ты родился это от твоего поведения и отношения к другим людям то есть понимаете да вы ваше отношение определяет вас ваше умение держаться запомните ни один или ни одна интеллигент не один интеллигентный человек не скажет другому какие-то плохие вещи интеллигентные люди они просто промолчат и уйдут поэтому и просто да просто забудут вот поэтому вот как-то лучше так поступать лучше промолчать в определенных ситуациях лучше не делать больно не давить не парировать какие-то ситуации если как говорится давать совету дураку только злить его вот не давать советов тем кого вы не знаете допустим но тот как как я живу и так будет гораздо лучше ты похож на бывшего мужа моего господи боже мой напарни на мужей похож чей зале что далее сейчас жду ко мне должны прийти на массаж а вот и работаем так аскер вот достал гуманисту и таланты вот будем слить за твоими stories все целую обнимаю и на связи еще раз рад вас всех слышать рад что вы умные хорошие понимающие всем пис всем хорошего дня